Кустарник жасмин. Как выглядят виды? Растение жасмин не только отличается очень красивым цветением, но и обладает множеством полезных качеств. Особо стоит отметить аромат, который невозможно спутать с другими запахами. Этот кустарник с тонким нежным запахом, наполняющим сады по весне, выращивают многие владельцы приусадебных участков. Что за растение жасмин? Для того, чтобы избежать лишних проблем при выращивании жасмина, в первую очередь важно узнать больше информации о растении. Информация о природной среде обитания подсказывает, как лучше сажать кустарник и ухаживать за ним. Цветок жасмина. Краткое описание. Жасмин – кустарник, пришедший к нам из Средиземноморского региона с его тропическим и субтропическим климатом. Также в дикой природе растения можно встретить в Австралии, Африке, Азии и Южной Америке. Согласно описанию, это вечно зеленый куст семейства маслиновой, обладающий лекарственными свойствами. Польза чая с жасмином известна уже давно, растение очень популярно в китайской традиционной медицине. Высота куста различных разновидностей может варьироваться от 0,1 до 4 метров. Некоторые разновидности, выращиваемые в домашних условиях, больше похожи на лианы и способны виться при наличии опоры. К сведению. Благодаря обильному цветению садовый жасмин чаще всего выращивается в составе ландшафтных композиций на дачах и приусадебных участках. Наибольшую привлекательность жасмин приобретает в период цветения. Популярные садовые сорта. Кустарник насчитывает сотни разновидностей, отличающихся между собой размерами, а также формой и раскраской бутонов, которые могут быть белыми, желтыми или розовыми. Он легко приспосабливается к различным погодным условиям. Некоторые разновидности подходят для комнатного выращивания, а иные пользуются популярностью у садоводов и дачников. Жасмин мелколистный куст компактного размера, высотой не более 1 метра. Имеет, как следует из названия, небольшие листовые пластины изогнутой формы. Цветы этого кустарника жасмина пышные, махровые. Аромат отличается характерными земляничными нотками. Жасмин виничный обыкновенный довольно крупная разновидность растения, может достигать высоту 3 метров. В период цветения куст покрывается пышными соцветиями белого или кремового цвета, источающими приятный сладкий запах. Листья отличаются выраженной золотистой расцветкой. Жасмин пушистый парковая разновидность кустарника, способная вырасти до 4 метров в высоту. Этот сорт жасмина больше похож на дерево. Цветение позднее, длящиеся около 4 недель. Цветки кремовый, аромат тонкий, едва уловимый. Разновидности кустарника посадка жасмина садового в открытом грунте. Чтобы вырастить здоровое и крепкое растение, следует знать стандартные правила агротехники. Зная, как посадить жасмин, можно помочь ему полностью раскрыть свои сортовые характеристики. Выбор местоположения жасмин – растение, которое не слишком требовательно к месту, где будет расти. Ему подходят и солнечные, и тенистые уголки сада. Обязательным для выбранного участка является соблюдение ряда условий, защищенность от сквозняков, расположение на небольшой возвышенности. Достаточная освещенность. Кустарник отлично сочетается с цветами фиолетового или синего оттенка. Прекрасно выглядят композиции с дельфиниумом, лавандой. Также привлекательным будет соседство со спирией японской гортензией. Как подготовить почву для посадки Несмотря на неприхотливость растения, грунт под посадку требуется правильно подготовить. Если на участке отсутствует возвышенное место, где можно высадить кустарник, то следует вручную создать земляной насыпь. Это позволит избежать застоя влаги у корневища жасмина. Важно! Этому растению не подходит глинистая почва. В месте посадки необходимо заранее выкопать яму глубиной 60-80 см и диаметром 50 см, а затем добавить в нее егкие наполнители. Для этих целей отлично подойдут камни и песок. Как ухаживать за кустарником? Как любое цветущее растение, кустарник жасмин требует правильной посадки, ухода и заботы. Только в этом случае куст будет обильно цвести и радовать садовода своим ароматом. Кустарник в саду правила полива и влажность. Жасмин куст, которого высажен в саду, не требует специального полива, кроме естественного увлажнения дождевой водой. Исключением может стать засушливое лето, когда возникает пересыхание и растрескивание земли. В остальном растение хорошо переносит засуху, которая для него предпочтительнее излишней влажности, когда может быть нарушено корневое питание. Под кормкой качество почвы первый раз удобрения вносят через год после высадки растения в грунт. Далее кустарнику необходима регулярная подкормка минералами. Опытные садоводы рекомендуют смешивать питательный раствор, добавляя на каждый литр воды около 5 грамм суперфосфата, а также по 2,5 грамма. Мочевина и сернистого калия. Из органики для подкормки жасмена подойдут перегной навоз. Последние в избежание ожогов следует разбавлять водой в соотношении час-15 минут. Обрезка и пересадка Хотя многие дачники не формируют крону кустарника, гораздо лучше он смотрится при регулярной обрезке. Выполняя процедуру, следует придерживаться некоторых правил. Формирующую обрезку проводят весной, устраняя перемерзшие и высохшие побеги. Самые длинные ветки удаляют полностью, а те, что покороче, подрезают наполовину. Для пышного цветения прибегают к омоложению куста, срезая ветвь без цветочных почек. Пересадку рекомендуется проводить весной. На новом месте выкапывают посадочную яму, соответствующую размеру корневой системы. Важно, чтобы пересадить жасминовый куст. Землю под ним обильно увлажняют несколькими ведрами воды, так корневище легче извлечь вместе с кумом, не повредив. Уход за садом жасмином зимой. Взрослые кусты гораздо легче переносят низкие температуры, чем молодые растения, поэтому им особая подготовка к зиме не требуется. Молодые экземпляры желательно укутать с нетканым материалом или укрыть нижнюю часть соломенной подушкой или сухой травой. Также рекомендуется с осени перекопать грунт в рествольном круге, внеся в него компост. Особенности цветения растения Жасмин, цветок которого красив и ароматен, довольно часто используется в ландшафтном дизайне. Любые разновидности отлично смотрятся в виде живых изгородей, а также в качестве фона для композиций. Цветение желтого и розового жасмина Период активности и покоя Жасмин цветет впервые, когда с момента посадки пройдет 2-4 года. При соблюдении правильной агротехники растение покрывается бутонами на 2-3 недели раньше. Период цветения продолжителен с начала весны и до самой осени, хотя во многом это зависит от сорта и климатических условий. На зиму кустарник сбрасывает листья и отдыхает до следующего сезона. Существуют разновидности, которые цветут в зимнее время или даже круглогодично. К таким относятся жасмин зимний палеантовый, многоцветковый или собак. Виды и формы цветков Неопытные садоводы часто принимают за данное растение чубушникам, не зная как выглядит жасмин. Единственное, что придает этим двум кустарникам сходство, аромат, а в остальном они сильно различаются. Увидев, как цветет жасмин, его уже ни с чем не перепутать. Настоящий жасмин может иметь несколько расцветок, белую, желтую и розовую с различными оттенками. Цветки у жасмина кустарникового имеют форму звездочек или колокольчиков, могут быть обыкновенными или махровыми, имеют различный размер. Они образуют соцветия, собранные в кисти или зонтики. Интересно, существуют виды, которые не цветут, но имеют красивые декоративные листья. Способы размножения цветка Имеется несколько способов, как рассадить жасмин. Каждый из методов предполагает выполнение определенной процедуры. Семенами растения сажают в открытый грунт или предварительно проращивают рассаду в ящиках. Черенкование проводят в начале у нее укорения обрезки в открытой почве или в тепличке. Деление корневой системы лучше всего проводить в осеннее время. Отводки укореняют с осенью и после того, как они перезимуют, пересаживают на постоянное место. Растение отлично приживается при любом способе размножения, но при делении куста или укоренении отводков жасмин набирает цвет раньше, чем при посадке черенков. Черенки и растения – проблема выращивания, болезни и вредители. Из садовых вредителей для жасмина больше других опасны долгоносик, талиопаутинный клещ, щитовка и белокрылка. При обнаружении этих насекомых на кустарнике его следует обработать соответствующими инсектицидными. Если наблюдается начальная степень зараженности, то можно опрыскать растение мыльным раствором. Заболевание, которое чаще всего поражает – жасмин, белая гниль и септориозная пятнистость. В первом случае на нижней стороне листьев образуются белые пятна, а цветы вянут и жухнут. В целях профилактики кусты следует регулярно обрабатывать репаратами агролекарь или хранитель. Септориозная пятнистость представляет собой грибковое заболевание, при котором на листьях появляются бурые пятна размером до 10 мм. Со временем центральная часть пятна высыхает, крошится и осыпается. Больные листья сохнут и облетают. Помощь в борьбе с болезнью может бордовская жидкость. Кусты жасмина отлично смотрятся на любом участке. Ознакомившись с тонкостями выращивания кустарника, можно смело браться за его посадку. При должном уходе это обильно цветущее растение будет долгие годы радовать владельцев приусадебных участков своим ароматом.